Усилия по приведению в порядок городской инфраструктуры не пропадают даром. Минстрой России опубликовал итоги расчета индекса качества городской среды за 2023 год. Тверская область обеспечила общий региональный показатель в 198 баллов. Это плановые значения. Губернатор Игорь Рудени накануне на заседании регионального правительства подчеркнул, благоустройство общественных пространств, объектов для отдыха горожан и туристов, это в том числе новые возможности для развития туризма. Индекс качества городской среды является одним из основных показателей национального проекта «Жилье и городская среда», по которому ведется преображение городских пространств. Рассчитывается он ежегодно на основании данных, полученных от субъектов Роспотребнадзора, Росстата, Института развития Дом.РФ и других структур. Он определяется по ряду показателей. Это общественно-деловая, социально-досуговая, уличная инфраструктура, озеленение территорий, безопасность, экологичность и прочее. По итогам 2023 года наивысший индекс качества у Твери 227 баллов, у Осташкова 225 баллов, у Конакова 222 балла. Заметили ли изменения жителей областной столицы? На каком уровне сейчас находится вопрос благоустройства? Эти вопросы мы задали на главной улице Твери. Вот что нам респонденты ответили. Дело в том, что я проживаю в городе Ржеве. Здесь бываю в командировках очень часто и работаю здесь. Могу отметить, что городской сад облагораживается, центр города становится красивее набережная. Насколько я, поскольку бываю больше здесь в центральном районе, что я могу отметить? Какие-то улицы почище, какие-то не очень. Но я думаю, до 1 мая будет у нас все хорошо. Конечно, стало намного лучше. Да, благоустраивают, естественно. Какой был город и какой сейчас, две большие разницы. Сейчас намного лучше. Ну, конечно, хочется, чтобы еще лучше было. А что конкретно? Ну, чтобы побольше зелени было, побольше игровых площадок было, потому что детям, конечно, играть вообще негде. И, естественно, дворы, чтобы придомовые территории ужасные бывают. В плане благоустройства я крайне рад за нашу трехсвятскую, то, что она сейчас хорошо выглядит. Ну, по крайней мере, в начале. Надеюсь, что там, по-моему, до августа планируют доделать оставшуюся часть. Плюс я вот помню около Вавилона, не помню уже в каком году, но там построили, получается, велосипедные дорожки. Такой небольшой как-то сквер, бульвар. В целом, ну, так, довольно приятно, что это происходит и кто играет важную роль. Я считаю, что инициатива должна, наверное, происходить от жителей, но также и от властей. То есть 50 на 50, я думаю. Родственники, которые приезжали из Москвы, допустим, там, пять лет назад, да, и приехали они в прошлом году, они заметили, что Тверь намного стала уютнее, красивее перед Новым годом. Ну, конечно, свои минусы всегда у нас есть. Ну, действительно, и площадь у нас, как вот перед, где Суворовское училище, очень красиво. Ну, много мест, которые действительно стали достоянием города, грубо говоря. А по поводу жителей, ну, самое большое минус у нас народа, это то, что мы поросята. Такие великие поросята, конечно. Конечно, хотелось бы, чтобы люди обращали больше внимания, следили за чистотой, не рушили то, что уже возводится. В ходе опроса выяснилось, что большинство жителей Твери уверены в том, что они могут влиять на развитие страны в целом и города в частности. Важно голосовать, участвовать в нацпроектах и выражать свою гражданскую позицию. Это радует, потому что власти чувствуют обратную связь и понимают, чего хотят горожане. Впрочем, есть еще над чем работать вместе. Например, уважать труд коммунальщиков, убирать за собой и не кидать мусор в зеленых зонах.